Доступные по цене овощи в межсезонье. Правительство оценило выполнение программы развития тепличного хозяйства в Беларуси. По сравнению с прошлым годом, своих огурцов и томатов в магазинах стало больше в разы. Да, еще все вопросы не закрыты по той же зелени, но результаты за год показывают, можно двигаться быстрее и планы до 28-го года реализовать значительно раньше. Светлана Лукинюк о сложном, но выгодном бизнесе. Год назад здесь говорили, как вырастить своих овощей больше. Старые теплицы не давали нужной объемы, да и над себестоимостью пришлось поработать. Правительством приняты механизмы льготного кредитования, снижены тарифы и на энергоресурсы, которые в цене занимают половину, а также дана возможность централизованно закупать нужные ресурсы. Сегодня уже есть результат. К примеру, Минская область в 2023 году более чем в три раза увеличила производство огурца. За счет этого хозяйства и других. То есть весь огурец, который вы покупаете, это практически весь он белорусский. Вот, конечно, есть какие-то поставки там еще импортные, мы же не закрываем свой рынок, но основная масса продается, это белорусский огурец. Да сейчас по огурцам потребность на внутреннем рынке закрыта полностью, а импортные проигрывают нашим также и в цене. Сколько он в магазине стоит? Сегодня цена 7,66-8,15. Стратегия, чтобы только начало работать, то, что сделали, и с первого раза получилось 100% обеспечить. И сегодня уже экспорт идет огурца, потому что он лишний даже получается. Это здорово. Сумели выкроить не первую машину на экспорт, тут недавно вторую отправили, 7,15 была. А здесь отдавали 5,38. Разница существенна при производстве. Я вижу, мы в этом месяце выйдем на 1400 тонн. Ну, это же для народа. Ну, это для народа, да. В целом теплиц у нас в Беларуси 230 гектаров. Из них с досветкой 46. Год назад было только 30. И вот это первый опыт выращивания, например, томатов с досветкой. Площадь за 2 гектара. Да, трудозатраты немалые. Огурец готов к отгрузке в магазин за 2 недели. Томату нужно намного больше времени. Солнце здесь в теплице светит 18 часов в сутки. Говорят, нужно не меньше. Но чтобы вырастить вот такой красный и спелый томат, нужно не меньше, чем 39 дней. И своя технология, которую мы пока постигаем. Мы уже сняли в районе 450 тонн. Посеяли мы томат, это 29 июля. И 28 октября, ровно практически через 3 месяца, мы получили уже первые плоды. И вот получается, что у нас ноябрь, декабрь, январь и вот середина февраля мы сняли 450 тонн томата. Собирают примерно 5-7 тонн в день. Конечно, это только начало. Да, были ранее разговоры, что дело это неприбыльное. И лучше импорт зимой привозить, чем свои с досветкой выращивать. Но результаты говорят об обратном. Мы посчитали, что этот томат за оборот, ну мы понятно, что эту цену положили на вот текущий год до мая месяца, такую эмпирическую, расчетную, должен дать примерно 3% рентабельности. Эта технология после будет уже масштабироваться и на другие хозяйства страны. Первый раз проходим это межсезонье с отечественным томатом. И рассчитываем, что по итогам завершения межсезонья, то есть к марту, около 30% всего объема продаж томатов будут белорусское производство. Много или мало, ну, конечно, это пока недостаточно. Но это гораздо больше, чем ноль, который был, значит, до этого. В стратегии развития тепличного овощеводства к 28-му году задача выйти на 80%. Но сегодня уже говорят, что сможем и быстрее. Светлана Лухинюк, Алексей Юнош, агентство теленовостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова